Не знаю как вы, а я вот люблю документалки. Особенно те, что захватывают внимание с первых минут, как в онлайн кинотеатре Российского общества знания. И тут не только документальное кино есть, но и лекции, интервью и даже виртуальные экскурсии. Вообще здесь куча познавательного контента. Каждый найдет что-то по душе. Переходите по ссылке в описании и смотрите. Будет интересно. Пять тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне пятьдесят к пятнице. Я уже не помню, когда я последний раз был в отпуске. Пяти фанов подговорил, да? Все хихонький да хахонький. Я думаю, ну взяли и написали, поменяли и озвучили. Не тут-то было, мобильных не было. Не выделывайся мне тут, козел! Сначала была тишина. Потом появился Чемоданов Продакшн. Всем привет, друзья! На связи Дима Череватенко. Сегодня у нас в гостях настоящая легенда. Нет, по превью это не Альберт Эйнштейн и не доктор Эммет Браун. Это голос целой эпохи. Человек с незаменимым очень характерным тембром, который слышал просто каждый человек, проживающий в России. Его зовут Борис Репетур, он же тот самый Бонус. Прежде чем уйти в актерство, Борис Аронович перепробовал множество профессий. От сотрудника ОТК до пожарного. Когда Борис связал свою жизнь с телевидением 90-х, он и представить себе не мог, что именно Бонус в обзоре компьютерных игр от Винта западет в душу российским геймерам. Результат – десятки харизматичных персонажей, снабженных его голосом в русской озвучке игр. Более молодое поколение знает Бориса по озвучке другой культовой ТВ-передачи «Галилео». «Это дерево добавляет звучанию инструмента яркости». Голосом артиста говорят такие персонажи, как Гурина и Бруно из «Второй мафии», Сэм и Лука Бертона в «Первой мафии», «Мистер ТВ» в «Чарли шоколадной фабрике» и многие-многие другие. Сегодня мы с вами постараемся узнать, почему русских актеров дубляжа не зовут озвучивать в Казахстан и Грузию, как Борис смог озвучить одного персонажа мультфильма «Супербратья Марио» для СНГ, каково это быть голосом эпохи, откуда взялся псевдоним Бонус, играл ли сам Борис в серию «Игр мафия» и как ухаживать за такой шикарной шевелюрой. Усаживайтесь поудобнее, мы с вами отправляемся в далекое-вдалекое прошлое. С вас я попрошу, как обычно, лайк, ведь наши гости, тем более такие, этого действительно заслуживают. Не забывайте подписаться на наши социальные сети, телеграм-каналы, группу ВКонтакте. Ну и приятного просмотра! Борис, здравствуйте! Здравствуйте! Как у вас дела? Дела отлично, как это ни странно. Даже неприлично так говорить. Но вот так сложилось, прошу меня простить, но у меня дела неплохие. Вас считают голосом эпохи, голосом детства. Каково оно вообще, таковым быть? Как вам сказать? Честно говоря, это здорово, потому что для меня тоже есть голоса детства. Для меня есть Николай Литвинов. Для меня есть Мария Бабанова. Хочет вечер отдохнуть, подремать немножко. Я прошу разрешения пройти в соседнее помещение, где у них нечто вроде маленького склада. Я не могу сравниться с Марией Бабановой и Николаем Литвиновым, но то, что меня там узнают и говорят спасибо за счастливое детство, ну вот мне это очень приятно. Хотя вот мой коллега Антон Зайцев, он рассказывает, что он идет, например, по компьютерному рынку, и ребята торгуют, ну понятно, стоят лавочкой, торгуют играми, какими-то дисками, подходят к ним и говорят, спасибо вам, Антон. Благодаря вам мы стали теми, кто мы есть. То есть он торгует на рынке и очень, значит, благодарен. Вот. Но в моем случае это очень приятно. Я вообще очень боялся популярности в свое время, но когда она как бы пришла, то те контакты с поклонниками и какими-то моими там почитателями, которые у меня были, были очень позитивные и в них не было ничего такого. Поэтому я как-то расслабился в какой-то момент. Я в первых программах я просил меня загримировать, но не от винта, а до этого. Я вел программу «Звезды говорят». Я попросил Захарова, Диму Захарова, который это все запустил, меня загримировать, бороду, усы, чтобы и шапочка у меня была такая с кисточкой, чтобы меня вообще не узнавали. А голос? Тогда еще он не был так известен, как сейчас. А по голосу сейчас узнают довольно, ну, так, не сказать, что часто, но бывает. Друзья, давайте сделаем Борису приятное. Прямо сейчас напишем в комментариях спасибо за детство или спасибо за какой-то конкретный проект, который вам наиболее запомнился. Это даже дураку ясно. Порой я не понимаю, о чем он говорит. Дети сейчас в наш век развитых технологий... Сдохни, сдохни, сдохни! Остаются детьми совсем недолго. Мистер Вонка, а у вас тут жарковато. Что? Ах да, я здесь поддерживаю тепло. Сынок, перестань. Из самой Лумпаландии? Это выдуманная страна. Что? Мистер Вонка, я школьный учитель географии. И я вас уверяю... Что, в таком случае вам известно о том, какая это ужасная страна? Но как вам это? И другие вещи можно передавать. Например, кукурузное хлопья. Успокойся, Майк. Я думаю, мистер Вонка сам отлично знает, что к чему. Нет, не знать! Если бы пришлось выбирать, какую половину вы бы выбрали? Ну и вопросы у вас. Хвала небесам, он цел и невредим. Невредим? Да вы просто сумасшедший! Это телевидение, а не телефон. Большая разница. Ну и что вы предполагаете с ним делать? Отправим его в тянутель-тянучек. Тянутель-тянучек? Это моя идея. Вы сейчас не проживаете в России и приехали на какой-то неопределенный срок сюда, к нам. Ну я почему? Я проживаю в России. Я просто иногда не в России, иногда здесь. Я, в принципе, здесь. Сейчас приехали на какие-то конкретные проекты или просто повидаться с людьми? Мне очень приятно было, чтобы вы пришли сразу обнимашки и вы сказали, что вы всех сейчас обнимаете, потому что... Да, я очень соскучился по всем моим друзьям, и я здесь с радостью со всеми встречаюсь. Ну, как бы, я... Где бы я ни был, я продолжаю дистанционную работу, ее много. Слава богу, ее мне присылают. Вампиры выберутся из производственного ада 27 октября. Вот, и здесь, ну здесь какие-то дела, в Москве всегда какие-то дела. Приехал, и так вот совпало, что огромное количество каких-то посыпалось там предложений, заказов, и вот сейчас я со всеми с радостью встречаюсь. Мы можем в описании оставить какие-то ваши ссылки, контакты для, возможно, работодателей, которые захотят... Конечно, 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 без сомнений. Я тогда потом у вас возьму. Да, у меня работа, вот я уезжал, приезжал, и у меня работа, может быть, прерывалась там только на неделю, на полторы, и все, кто мне присылали... В общем, и регулярные проекты не прерывались уже много-много лет. Например, для навигатора игрового мира это длится черти сколько, и бывает, что я там, не знаю, два ковида, дикая температура, значит, или я пишу не в Москве, и у меня орут попугаи под окном, или какие-то дикие соседи, или у меня заложен нос, или горло, или что-то еще, но каждую неделю, я уже не помню, когда я последний раз был в отпуске, я записываю. Я это все очень люблю. Я люблю свою работу, на самом деле. О проектах. Вы озвучили Кранки Конга в новом мультфильме «Супербратья Марио». Да. Скажите, как вам это удалось? Потому что, как вы знаете... Знаешь, в моей жизни все происходит само. И когда мне говорят, тебе надо о себе заявить, я говорю, это, никогда. Никаких резюме я никому никогда не рассылал, и все, оно как-то само складывается. Что касается Кранки Конга, это была несомненная удача. То есть я тогда был в Израиле, и из России дубляж потекончику стал уходить, его стали разбрасывать по разным странам, потому что официальная русская версия нужна. И меня позвали, ну, какой-то слух там тоже пронесся, что, значит, мы не знали, что вы здесь. И мне позвонил режиссер, он со студии «Нева» питерской. И прямо в центре Яфо, старинного, так сказать, прекрасного города. Студия прямо вот, знаете, там переулки, как в бриллиантовой руке, вот эти вот, знаете, когда он, Миронов, когда не знает, куда бежать. Вот, значит, это вот так вот. Рядом такое подвесное апельсиновое дерево, и прямо вход в студию. Вот, и такая полноценная студия. И мы там записывали, у нас было три сессии, две просто сессии, а третье исправления там какие-то. Вот, работа была привычная для меня, и, наконец-то, я вот был в своей среде, и я понимал, что я делаю. Ну, «Нева» вообще хорошая студия дубляжа, вот, и он, было с ним приятно работать. Ну, а остальные, кто там делал дубляж, дублировал, это, в принципе, новоприбывшие в Израиле актеры, такие. Вот, например, я совершенно был поражен, когда я послушал Боузера, там дублирует Григорий Служитель. Он ученик Женовача, и, конечно, он сделал это здорово. Ты еще не знаешь, кто я, но скоро я покорю весь мир. Я к тому, что там, в принципе, ребята, которые до этого особо дубляжом не занимались. Но перевод, на мой взгляд, получился, дубляж получился очень знатный, вот. Чуть-чуть я там, меня просили поддавать, а чем тише говоришь, тем больше нюансов. И некоторые реплики могли бы быть посмешнее. Но когда я послушал в хорошей, да, я сначала пиратскую слушал, там все, как это. А когда я послушал нормальную, я думаю, нет, ничего, нормально. А Служитель просто космический. И остальные актеры там, на мой взгляд, очень-очень сильные. Вы не знаете, есть слух о том, что в СНГ не зовут дублировать российских актеров, потому что у них, там, у кого-то нету второго гражданства или что-то еще. В чем причина, то, что дубляж СНГ в основном делается без российских актеров? Я про это ничего не слышал. То, что все ребята, вот, Супер Марио, все были абсолютно русские и, собственно, недавно приехавшие. Я про это ничего не знаю. Великий и славный Крэнки Кон. Короче, тебе что ли нужна моя армия? Да, ваше величество. Грибное королевство без вашей помощи просто погибнет. Кто тебе сказал, что ты действительно достойна сражаться вместе с великой армией Кон? На нас напал враг. Ну и ладно. Согласны? Ха-ха, да вот еще. Мой ответ? Нет. Ступайте. Кто этот малый? О, какой ты смешной. Ладно, Крутыш, будет тебе моя армия Но сначала победи моего сына на великой арене Кондо! Мы сейчас... Это совсем, совсем плохая затея Но как иначе мы спасем моего брата? Ну что у вас тут? Нашептались? Вообще-то это некультурно Ну ладно, договорились, я сражусь с вашим сыном и выиграю Да кто бы сомневался Расскажите, как вы начинали и как попали на ТВ Еще тогда, в те времена От меня огромное спасибо вам за «Галилео» Это моя была любимая передача И в том числе благодаря вам, ну и Саше Пушному, и вам Мне кажется, эта передача, не знаю почему она сейчас не идет Это никто не знает Вот почему В том числе и те, кто делали «Галилео» Ну, как я уже говорил, все у меня в жизни происходит само Я уж не помню, как к этому пришло Как-то, как это поэтапно, постепенно Вот У меня был как друг Один режиссер телевизионный, он стал снимать со мной ролики в 90-х Каких тогда было море И он меня позвал сниматься в каких-то... Ну, тогда же понятно, там был дикий капитализм И там снимали кто угодно, когда угодно и что угодно Я мог там, не знаю, я приезжал в Лаговаз, например, только ново, так сказать, образованный И предлагал им с моим вот режиссером-товарищем Мы им сделали ролик одного автосалона И очень понравилось Березовскому тогда еще живому Ну, Березовского я не видел, я видел его заместителя И нам сказали, значит, давайте-ка вы рекламную кампанию вот с вашим режиссером Вы так здорово сняли Мы пришли там к нему в кабинет Он говорит, ну что у вас, какие предложения? Я говорю, наше первое предложение это разместить логотип Лаговаз на Останкинской башне Он говорит, это как? Я говорю, вот так вот сверху вниз Лаговаз Он говорит, понятно, значит, что-то там себе Вот, и вот какие-то я стал сниматься, я стал их озвучивать Я не знаю, и какой-то пополз слух о том, что вот как-то это неплохо получается Это был вообще, не знаю, 91-й год И я помню, я смотрел рекламу по телевизору И мне очень хотелось, там была реклама Procter & Gamble Мне ужасно понравилось это буквосочетание Procter & Gamble Мне хотелось его произнести, я еще вообще меня никто не знал Разумеется, мне звонят и приглашают меня озвучивать Procter & Gamble Я приезжаю в Останкино Но они, вот там была плашка такая Тогда еще был битакам, пленка Ее все время переписывали Качество, которому вы можете доверять Продукция Procter & Gamble Это много-много лет шло И были новые уже потом ролики И к ним приставляли вот этот вот пэкшот А он уже от переписывания весь был затерт И в конце, перед тем, как это все исчезло Уже было Уже ничего не было слышно И такая размытая там медалька такая выплывала И вот я приехал в Останкино на это дело И я смотрю А я вот прямо проговаривал себе Продукция компании Procter & Gamble Проктор & Gamble, красиво Продукция компании Я смотрю у них текст Продукт компании Procter & Gamble Я говорю, ребят, что-то... А что? Я говорю, ну вот продукт... Продукт компа... Ну как-то... Я думаю, ну взяли и написали, поменяли и озвучили Не тут-то было, мобильных не было Они в Останкино по городскому телефону Стали через восьмерку, там через какого-то оператора Стали звонить куда-то в Германию Из Германии еще куда-то Мы просидели час И где-то там утвердили все-таки, сказать, продукция Компании Procter & Gamble И вот Procter & Gamble Это была моя такая вот первая работа Визитная карточка И пошло-поехало Потом Дима Захаров Который ведущий взгляды, бывший Это вообще наш крестный отец на телевидении Вот он снял какой-то рекламный ролик Где я был в образе такого деда Такого алхимика Вот, кстати говоря Там снималась Катя Андреева Ведущая первого канала Ныне Тогда это была реклама Компания, которая называлась Идигов Продукт Все думали, что же такое Идигов Кто угодно же мог снимать Оказалось, что Идигов это просто фамилия Вот, и мы снимали Значит, это Идигов Продукт Я был такой алхимик Который там бросает какие-то драгоценности Значит, куда-то в эту В какую-то банку Вот, Андреева смотрела И это драгоценности превращались в логотип Идигов Продукта Это, значит, чудесное такое превращение И потом он этот образ Он использовал, когда я на РТР вел Звезды говорят Программу «Астрологический прогноз» Это целая история Я не буду сейчас ее касаться Очень веселая А потом ребята принесли проект Антона и Чихачев Зайцев и Чихачев Принесли проект абсолютно, так сказать Своей, ниоткуда не слизаной Программы «Атвинта» И он запустил программу «Атвинта» Нам бы хотелось поговорить о перспективах Развития видеоигр Так, как они нам представляются Чихачев Сергей? Сергей Чихачев То есть он как автор? Ну, мы втроем делали программу Мы втроем авторы программы «Атвинта» Чихачев, Зайцев и я То есть мы с Зайцем в кадре Чихачев был за кадром Как сказать, немножко режиссировал Немножко, ну, режиссировал, скажем так Сережа Я тебя упоминаю, как и обещал Антон, не обижайся Вот, значит И мы уже стали втроем делать эту программу «Атвинта» Которая уже стала, в общем-то, популярной Параллельно я в театре играл Это моя отдельная такая жизнь И пошло-пошло-поехало Я не знаю, как Я не знаю Спросите меня Спасибо, Господи То есть вы везучий человек, получается? Я думаю, что любой человек везучий Если он как бы пытается Если он попытается плыть по потоку Который его несет Но мне кажется, просто плыть недостаточно Недостаточно, конечно Потому что вот это плыть по потоку Это касается, на мой взгляд, выбора пути А уже когда, так сказать, путь появился Там уже надо пахать Привет, Бруно Здравствуй, Генри Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками А, это же столько денег, Генри Столько денег Таки скажи, зачем мне давать столько денег Такой мелкой сошки, как ты? Убеди меня У меня верное дело К концу недели верну 45 штук Какое верное дело? Прости, Бруно Секрет фирмы Тогда 45 мало Меня больше устроит 65 Это круто даже для тебя 50 и не больше Генри, Генри У меня нет гарантии, что ты вернешь деньги А тебе больше не к кому пойти Так что, скажем, 60 Считай, что это не процент А скорее, моя доля прибыли 55, точка Иначе и браться за дело не стоит Идет Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня А ты вернешь мне 50 к пятнице Если не отдашь Долг будет расти на 10 тысяч Каждую неделю Все будет в пятницу Ладно Айзек Подготовь 35 тысяч двадцатками Добрый вечер Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они Ох Признаться, я немного удивлен Я слышал, что у вас возникли проблемы Да, верно Мне сказали, Генри погиб Меня это очень огорчило Айзек, считай Значит, ваше предприятие было успешно Деньги я вернул, так? Конечно, конечно Только вот весь город стоит на ушах Китайцы решили, что итальянцы на них напали И пошли войной на Винчи Это нехорошо, нехорошо Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно Это не твое дело А, спасибо, Айзек Значит, долг погашен Я даже не знаю, как тебя зовут Вито Вито... Вито Скалетто О, Скалетто Я знал одного Скалету Но, должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он За него пришлось расплачиваться его бедной жене Так это у тебя мой отец занимал бабки Хе-хе Твой отец А, яблочко от яблони Я вижу, ты не одобряешь Но я же не заставлял его влезать в долги Таки верно И тебя таки тоже Если понадобятся деньги Ты знаешь, где меня искать Про озвучку Кино Или Игры Для вас Что интереснее Что разнообразнее Что вас будоражит Гении и злодейство Две еще, как говорят, несовместные То есть, это Голубое или кислое Понимаете? Это вот такой вопрос Потому что кино – это кино Игры – это игры Кино – кино рознь Я довольно мало дублирую Вообще Мало дублировал фильмов Я не знаю причин Во-первых, я работаю довольно медленно в кино В дубляже Я такой кропотливый А сейчас, в общем-то Торопят Это раз Во-вторых, у меня довольно узнаваемый тембр Вот, а для кино это не очень хорошо Сереж, привет, Чихачев Значит, который, в общем Отнял у меня всю работу в кино Вот Так вот он Его голос Более нейтральный И я его не всегда узнаю в кино А я целые поля трупов видел под Содданом Дело это он это блестяще Извини, я должен сказать И некоторые его работы просто восхитительные Я вынужден, Сереж, прости Но иногда В самых хороших работах Я его не узнаю И это очень хорошо То есть голос в дубляже Он сам по себе может быть такой Не очень характерный Вот И тогда легче его в ту или иную сторону Как бы Потому что я, например, видел Как Сережа Чанишвили озвучил какую-то пантеру Но это просто отдельно идет пантера И отдельно над ней, значит, голос Сережи Который гениальный совершенно артист Но мне это, конечно, нравилось Первая моя роль была Глухонемой В фильме Рековым по мечте Прекрасное начало Пожалуйста, тайм-код 7.20.25 Глухонемой Давайте в студию Я говорю, что, что, что Ну, Глухонемой Ну, что Ну, вот вы посмотрите Там есть Который говорит Это вот, значит Одна из первых моих озвучек Иностранных фильмов Но меня часто приглашали Ну, как бы не часто Но приглашали Вот всякие там Работы Мне это нравится Отдельно Что касается игр То Это совершенно другая работа Во-первых, она изнурительная То есть, если ты Фильм озвучиваешь один То компьютерная игра Это их 15 Самый страшный Это типа Call of Duty Или какой-нибудь Battlefield Где нужно кричать Умирать Кидать гранату Я вам передать не могу На одной озвучке игры Я сорвал голос Что бывало, в общем Наверное, пару раз только И мне пришлось 3 дня молчать Меня не предупредили Что надо будет кричать долго Там вот такая пачка текста Вот И мне это очень нравится Вообще Озвучить игрушки мне нравится Но в какой-то момент Этого стало очень много И Невозможно Он везде Это репетур Куда не включишь Там стреляешь Репетур сам себя убивает Антон Зайцев Очень любит В меня стрелять В играх Как тебе нравится мой город Человек-паук По-моему, раньше было хуже Я разорвал весь твой город На куски, паук И знаешь что, человечишка Ты следующий Человек-паук Я не понимаю Как тебе удалось продержаться так долго Но пора избавляться от насекомых На этот раз Я разберусь с тобой сам Твой конец близок Это мое оружие возмездия Теперь, когда у тебя нет шансов Сдавайся И возможно я пощажу тебя Будь ты проклят Человек-паук Похоже Я подвел вас Доктор Октавиус Тебе уже не остановить его Человек-паук Он уже начал действовать Пока ты тратил время на меня Вместо того, чтобы догонять поезд Замечательно Насколько я понимаю Он на вокзале Я еще могу успеть Никогда Вы упомянули Сергея Чихачева Сереж Кибердеревня Он недавно появился На странице Кинопоиска Что они сделают Негодяй Фильм Привет Приезжайте к нам На Марс Как вы на это отреагировали Позвонили Вы написали Порадовались Смесь Черной зависти Он же был мальчишка Когда мы с ним позавлялись Сереж, прости И вдруг Дело в том, что в кибердеревне Я ужасно Нормально, что? Я ужасно рад Потому что Именно здесь Сошлось все Что есть в Сереже То есть он очень хорошо знает язык Английский Он очень веселый Он Так сказать Это одна из его масок Такая грубоватого Вот этого вот мужика Сошлось там все Ты это понимаешь Сергей Игоревич Мой номер Николай Я Фармер Из Рязани Каунти И вот это выстрелило И дело в том, что Кибердеревню Они явно делали Не рассчитывая на успех Я в этом убежден Потому что Если ты думаешь О большой зеленой обезьяне В виде успеха денег У тебя не получается Ни хрена И они сделали Это все Мне кажется Для себя Я думаю Они не рассчитывали на то Васильев Да там Режиссер Не рассчитывали на то Что это так в общем 17 миллионов сейчас по-моему Или 20 миллионов И я ужасно рад за него Конечно Конечно я завидую Я позавчера сказал Вот я здесь И давай-ка Камео какой-нибудь Я просто приеду И засвечусь В этой кибердеревне Потому что есть вещи В которых я хочу участвовать Вот Я себя Не предлагаю Но здесь бы я там Появился бы В качестве Просто пройтись Просто Не важно Вот Очень мне нравится Думаешь я не знаю О наркоте Я в курсе Откуда вы деньги берете Фалькона считает Что у него Все на мази Но он так просто Не отделается Ну же Как вы ее провозите Я ничего не знаю Не выделывайся мне тут Козел Хочешь повторить Судьбу своего дружка А? Давай Посмотри на него Думаешь ты круче? Когда мы с тобой Закончим Мы пустим тебя на фарш В одной из этих машин Вопрос только в том Убью я тебя Перед этим Или нет Откуда эта чертова вонь? Фу Эй Там кто-то есть Эй Ты еще кто такой? О господи боже Капитан сортир Спешит на помощь Заткнись нахрен Лука Эй Я тебя знаю Это ты тогда Ошивался с Барбару Я думал Ты все еще гниешь За решеткой И какого хрена Спрашивается Ты приперся Меня послал Фальконе Ему не нравится Когда всякие глисты Пускают его ребят На фарш Так ты теперь Под Фальконы ходишь Да? Вот что я тебе скажу Если бы ты знал Что на самом деле происходит Ты бы назад В камеру удрал Но теперь уж Какая разница? Компьютерные игрушки Так совпало Что вы звучите В каждой игре Мафия В двух по-моему В двух мафиях Первый и второй Да Ну везде Ну да Во всей франшизе Чем вам запомнилась Эта работа Потому что у нас были Ваши коллеги Влад Коп и Никита Прозоровский Они рассказывали Что их там подвешивали Физически нагружали Чтобы это было натурально И естественно Известно ведь Что человек В определенных позах Или состоянии Естественно Меняет свою речь И соответственно Для того Чтобы речь В этих эпизодах Получилась достоверной В студии нашли Перекладину И мы просто Повисали на ней Естественно Нас никто к ней Не привязывал Мы просто висели И произносили Те самые фразы Которые Нужно было Руки вверх Диафрагма Немножко по-другому В общем да Конечно же Это влияет На голос И на произнесение Фраз У вас что-то такое было? Нет Нет Я озвучил В первую Лука Бертоне Вот этот Так сказать Автомеханик Электрон там был И вообще Это была Одна из первых Игр Которые Озвучили Профессиональными Актерами Одна из первых Вот И нет Ничего такого не было Это совершенно Была комфортная Работа И Мафия 2 Тоже там Какие-то ролики Лука Гурина По-моему Я озвучил Еще кого-то Вот Не-не-не Там ничего такого не было Вот Мне очень нравится Мафия Я первую прошел Вторую по-моему Нет Даже не включал Нет возможности Вообще я мало играю К сожалению Нет времени Вот как раз Про это мой был Следующий вопрос Не играете Сами в игры Я очень хочу Вот И Я долго не мог играть Потому что Когда у меня родился сын 8 лет назад То он Компьютер стоял Там где он спал А я обычно Это перед сном Там пару часов Я погоняю Чего-нибудь Вот И к сожалению У меня не было доступа Компьютеру И увы Но я очень люблю Так погрузиться А последнее Во что я погружался Это был Скайрим Полгода Я сидел В Скайриме Я мог встать И просто посмотреть В небо Прекрасное Мог идти в гору Это было зимой Какого-то дракона искать И вот постепенно Это появляется Сначала первый снежок Потом его больше Потом вьюга Начинает завоевать На вершине А зима И вьюга Воет собственно За окном Я уже не понимаю Я значит в игре Или я в реальность Это было восхитительно Может тебе стоит Переметнуться Не спеши радоваться Том Сальери Тебя на кого О чем ты говоришь Он понял Что Сальери Всех нас кинул Он рассказал мне Об этих бриллиантах Том Он просто не хотел Чтобы о них Кто-нибудь знал Пока он не продаст их Кроме того У бриллиантов Ничего общего С тем Что ты не убил Фрэнка Он нарушил Амерту Что хуже Том Как ты узнал Что я не убил Фрэнка Можешь сказать спасибо Кое-кому еще Кого ты не убил Ты слишком добренький Она вернулась в город И мы случайно На нее наткнулись Проклятье Том Том Ты ведь знаешь Что нельзя доверять бабе Я понимаю Что не так-то просто Убить лучшую подружку Своей жены Но я сделал это за тебя Меня она тоже умоляла И плакала Мы поняли Что нельзя на тебя полагаться Так что покопались чуть-чуть И узнали насчет Фрэнка Сэм Ты правда считаешь Что все должно Но так закончится У нас еще есть шанс Дороги назад нет Том Извини Ааааа Ты Ты это сделал Но они с тобой сделают то же самое Сальери Достанет тебя А он-то помогал тебе Ты крыса Ты опасен Том А Поли Мертв Он ни разу Не усомнился Что ты не Простишь его смерть Тебе придется Прятаться Как изгою И однажды Они достанут тебя Так же Как Фрэнка Они нашли его Ты только Оттянул его смерть Но в конце концов Они нашли его Все равно А Фрэнк был Дону Настоящим Другом Дружба Ни хрена не стоит Привет Ты ведь от Сальери, так? Я Лука Бертоне Привет Меня зовут Том Говорят, ты можешь вытащить из этого зверя главную фишку Не без этого Ну тогда лучше шевелись У нас всего 27 минут осталось Не густо Посмотрим, что можно сделать Можешь пока расслабиться Ну, как продвигается дело? Только что закончил Поезжай Но тебе придется торопиться Она будет не так резва, как на пути сюда Спасибо Мистеру Сальери понравится твоя работа Ясное дело Передавай ему привет от меня Если что-то еще понадобится Я всегда к его услугам Я поставил на того же гонщика, что и он Как вы придумали псевдоним Бонус? И почему именно он? Это не я Разумеется, я вообще ничего не умею сочинять Я умею только что-нибудь там То, что уже есть Сделать так, чтобы это было Ну, скромно скажу, хорошо Вот И у Антона У Зайцева и Чихачева Привет, Сережа Вот Там был Они учились вместе с таким У них однокурсник Юра Львов И это он придумал эти два псевдонима Бонус и Гамовер Поэтому Юра Респект Друзья, вам задача написать в комментариях Сколько раз Борис Передает привет в этом выпуске Сергею Чихачеву Правильный ответ наградим каким-нибудь Не знаю Подарком Почему программа Лучше мне отдать Или Борису отдать Почему программа Галилео Была настолько успешна И почему ее нет сейчас Как вы считаете? Программа Галилео интересна Потому что до того, что она возникла За год примерно до этого Я озвучил презентацию франшизы Галилео То есть фактически Благодаря моему голосу В этой презентации Стали делать Галилео по лицензии Вот Как я туда попал Было забавно Потому что это был какой-то там Седьмой что ли Какой или пятый Какой-то год Ну что-то какой-то Вот И я В общем потратив пять часов На машине В пробке Чтобы переговорить Одно слово на канале Культура Это было слово Предвосхитить А не предвосхитить Оказывается Простите Это правильно? Это правильно Без вариантов Предвосхитить Я Я Никто лучше меня этого не знает Потому что три часа я ехал туда И два с половиной часа я ехал обратно И вы запомнили точно Я это запомнил И более того Я посмотрел Везде Обычно Вообще язык он движется И Йогурт Йогурт Там что-нибудь такое Или там Кофе уже среднего рода И те, кто делают словари Они довольно лояльно к этому относятся Я знаю людей Которые Так сказать Занимаются словарями Они говорят Мы Вот язык движется Я протестую против Там А они говорят Нет Нет Вот бывает И поэтому В новых словарях Уже появляются Другие ударения Смещаются И так далее И так далее Вот Но предвосхитить Во всех абсолютно словарях Без вариантов Именно звучит так Так вот Я подумал Все, хватит Я один из первых Соорудил себе Маленькую студию дома И думаю Я вот Это ради того Ну довольно долго Я ее там Как-то думал Строил Что-то там Занавески какие-то Вешал Там Какие-то книгами Обкладывался В общем Получилось Хорошо Потому что В это же время По-моему Только Юра Брежнев В себе сделал Домашнюю студию Он работал в шкафу Накрывшись одеялом А у меня Значит Было довольно Комфортное условие И я думаю Вот это ради Вот этого Что вот И тут меня пригласили Значит В Галилео Не в Галилео А в эту студию Которую делала Галилео И мне вот это вот Предложили То есть Тут же меня загрузили Работы Это пять дней в неделю Часовой эфир Ну я не один Там еще Юра Киреева И в общем Я оказался Загружен работой И делал я это Дистанционно Дома С Пушным Мы встретились Мы с ним Очень редко Виделись Но С большим удовольствием Первый раз Мы с ним Увиделись На корпоративе Галилео Вот А я вообще-то Барабаны На барабанах Играл Когда-то В молодости Вот И так получилось Что он гитару Вытащил на сцену И я ему сказал Ну я могу На барабанах Сыграть Вот И Он меня как-то Объявил Как он любит Так На сцену Приглашается под ваши оглушительные Понятно куда За барабанную установку Борис Рапетон И когда он Он не знал Что я буду Вообще Как я играю Не играю И так далее Но когда я Вступил Мы с ним Заиграли вместе Он сказал Потом Он говорит Это вообще Просто человек Выходит И вторую профессию Раз Вот Мы с ним Два раза Мы с ним На корпоративах Играли вместе Потом я у него В ролике Снялся Он у нас Вот винта В какой-то момент Снялся И мы У нас Такие теплые отношения Но к сожалению Очень редкие Естественно После того Как я только-только Установил Там Windows 95 Я решил Что надо Поставить какую-нибудь Игрушку Сейчас вы продолжаете Общаться Или С Пушным Ну мы Как бы Нет Сейчас мы не Общаемся Но это Я вот Хочу ему Звякнуть С ним поболтать Честно говоря Мне все время От него Передают Привет И я все время Ему передаю Привет В общем Мы в какой-то Такой Находимся Параллельных Вселенной Жалко Что Эта программа Осталась Где-то Там Далеко Это Необъяснимо Ребята Мы раньше Думали По наивности Что Хорошая программа Идет в эфир Плохая Программа В эфир Не идет То что мы Запустили От винта Просто получилась Хорошая идея И ее запустили Это было Это были Лихие 90 Сейчас это Невозможно Потому что Этот телевизионный пирог Как-то делится И как он делится По каким соображениям Кто ставит в эфир Что-то И что-то убирает Из эфира И когда Вот она шла Да Это было Можно сравнить С хорошим автомобилем Который едет Себе и едет Понимаете И вот приходит Какое-то новое руководство Канала СТС А я вообще туда К ним заезжал Очень редко Мы Я только дома Я только за зарплатой Приезжал И они говорят Значит смотрите Вот в эту программу Галилео Знаете Давайте сделаем Давайте сделаем Как На МТВ Они начинают Пожав плечами Они что-то начинают Менять И вот такие Вот какие-то Совершенно идиотские Какие-то пожелания Которые закончились Меня просто пересылали Ребята Эти пожелания От канала И в какой-то момент Они написали Сделайте Чтобы это Было Ух А Сделайте Чтобы это было Вау Вот когда я Это прочитал Я к ним Когда заехала Зарплата Я сказал Ребят Собирайте манатки Потому что Это все прекратится И Они потом Переформатировали Они попытались Сделать передачу С гостями Которая шла Два часа Все это Потому что Понимаете Это Сделайте из Мерседеса Там Я не знаю Что Жигули Но едет Все Все работает Все идеально Там очень хорошая Была команда И Очень Сплоченная И очень хорошая Команда Тех Кто делал сюжеты Там же были Франшизные Сюжеты Купленные А были Родные Вот эти родные Они делали замечательно Просто Замечательно Плюсую Каждое слово Непритязательная Закуска Школьников Студентов Да и просто Спешащих Граждан Желающих Перекусить На бегу Чипсы Захотели перекусить Пожалуйста В любом ларьке Вы найдете Этот легкий Способ Спасения От голода Везет Прохожим Знакомьтесь Это Дима А это Вася У ребят Закончились Чипсы И они решили Приготовить их Дома Вася предположил Что картофель Нужно нарезать Тонкими ломтиками И обжарить В масле А вот Дима Избрал более Сложный способ Сперва он решил Картофель Пропустить Через мясорубку И после этого Из полученной массы Сформировать Кружки И обжарить их Получилось ли Приготовить Чипсы У наших героев Оценит блюдо Независимый эксперт Лена Самое время Продегустировать Готовый продукт Сперва Лена Пробует Чипсы Вася Нет Очень горелые А Димины Ой нет Совсем Невкусно Вот так Знаете Что лучше За чипсами Ходить В магазин В одном Из интервью Петя Гланц Задал вам вопрос Правда ли Что вы Являетесь Самым богатым И завидным Женихом Среди актеров Дубляжа Ролик был Выложен 12 лет назад Кстати Хотел спросить А правда ли Что вы входите В десятку Самых завидных Женихов России Да Да Как обстоит Ситуация сейчас Сейчас я Самый нищий И женатый Человек Пока что К сожалению Нет У меня прекрасный сын И прекрасная жена Вот Но сейчас Дело Обстоит наоборот Да А что касается Богатства Я Как Мне они говорят Да ты никогда Особо молодым Ты и не был Вот тоже Точно так же Я никогда Не был Особо богат Ну был Какой-то Период Такого Когда много Звали Это был Я не знаю Там Девятый год Восьмой год Вот Я даже Записывал Там количество Роликов Рекламных Которые Я озвучил И я видел Как от года К году Их количество Сокращается И сокращается Вот Так что Ну Что-то Перепадает Все равно Еще Слава Богу Какая-то Репутация И последнее У вас Замечательная Непревзойденная Прическа У вас Свой Барбер Или Свой стиль Как вы Поддерживаете Этот стиль Который Уже Десятилетиями У вас Я расскажу Я не Причесываюсь Вот это Поворот Вообще Никогда Никогда Ну а Стричься Меня Стрягут Разлохмачивают И я Не Причесываюсь Только Перед Мытьем Головы Супер Ребята Записывайте Лайфхак А ты Куда Пяти фанов Присел Тебя Вон Персональное Место Обезьянники Дожидается А че Я сделал То На Офицера При исполнении С ножом Напал Тебе Мало Ты бы Петров Друзей Осторожнее Выбирал А то Считай Знакомы Всего Ничего А ты Уже Дров Наломал На Учет Поставлю Как некоторые Ой Знаем Мы ваши Учеты Лишь бы Отчетность Закрыть А настоящие Преступники До сих пор На свободе На-на Смотри Не образумишься Так как Папаша твой По малолетке Загремишь Я вас еще Удивлю Паль закрой Отвечайте Что в лесу Делали в комендантский Час Константин Владимирович Мы Катю Искали Помощнички Выискались Такими темпами Вас самих Искать придется В газету Захотели попасть В рубрику Помним Любим Скорбим Нет Но Петров Петров Признавайся Ведь не сам Ты это придумал Пятифанов Подговорил Да Все хихонький Да хахонький Ой Завел Старую песню Никто Меня не подговаривал Я сам Хотел Маньяка поймать Это вам повезло Что вы на меня Наткнулись А я ведь Предупреждал По-хорошему Чтобы ты дома сидел На кулак Тебе этот маньяк Вообще сдался Награду хочу Ой Ну брат Спасибо вам Что вы посмотрели Я всем желаю Ну в первую очередь Здоровья Здоровья и здоровья И вот этой вот удачи И Призываю вас Не суетиться Все должно Складываться Само собой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому